Режим повышенной готовности Здравствуйте! В эфире новости по будням. Значит, пришло время рассказать о самых важных и интересных событиях этого дня. Из коротких анонсов, основных тем, узнаете, о чем пойдет речь в выпуске. Медведи загрызли собак в двух поселках Устилимского района. Сейчас егеря услеживают зверя, а также охраняют местных жителей. Все подробности в первом материале выпуска. Из какого материала делают новую дорожную разметку на проезжих частях Иркутска? Я, Данил Седов, узнал это, а также выяснил, почему до сих пор в порядок привели не все улицы областной столицы. В Иркутской области, как и во всем мире, продолжают расти цены на продукты. Стоимость продовольствия достигла своего шестилетнего максимума. С чем это связано и что подорожало больше всего, разбираемся в программе. В программе расскажем о том, как отпраздновали день радио наши коллеги, когда в регионе появились первые радиостанции и какие изменения они пережили. И теперь обо всем подробнее. Тревожная новость пришла из Устилимского района. В нашу редакцию обратился местный житель и сообщил, что на домашних собак в населенных пунктах нападает медведь. Его жертвами уже стали несколько псов. Дикий зверь выходит прямо на участки, ломает заборы и ворота. Люди напуганы и боятся выходить из дома. По словам нашего зрителя, в соседнем поселке Устилимского района люди вели медведицу с медвежатами. На хищника, который убил собак, местные егери ведут охоту. Почему дикие звери все чаще выходят к людям, нам объяснил хотовед. Медведи выходят из берлог. В прошлом году в многих местах кормов было мало. Медведь, естественно, многие залегли не очень упитанными. Поэтому первая у них задача хоть какой-то белковый корм съесть. И сейчас участились случаи нападения на домашний скот со стороны медведей. И такие медведи, которые, допустим, убивают каких-то животных, они становятся вполне уже адаптированными и могут это продолжать. То есть данный хищник, о котором идет речь, опасен. Он может возвращаться в населенный пункт. Кормовой базы у медведей мало еще и потому, что их популяция резко увеличилась. Сейчас в регионе насчитывается порядка 15 тысяч особей. Ежегодно выдается полторы тысячи разрешений на их отстрел. Однако менее половины удается реализовать, так как можно убивать только зрелых самцов. Угрозу для людей несет и огонь сейчас. Сжигание мусора и травы в Иркутске запрещено. Ведь огонь может перекинуться на строение и даже лес. Соблюдают ли гаража неправила, знает Олег Федоров. Просьба соблюдать, не нарушать. Нарушать будем эмоции. Осенью тоже не надо. Инспекторы МЧС выдают огородникам Иркутска памятки о поведении во время особого противопожарного режима. С 1 мая он действует на юге Прибайкалия. Спасатели следят, чтобы не было открытого огня на участках. В этом садоводстве проблем нет. За 68 лет его существования не было ни одного пожара. Да, вот соседка вчера начала, я ей сказала, нельзя сейчас жечь вообще. Когда разрешат, там в бочках, мы вот в бочках сжигаем, когда разрешают нам специально сделаны бочки железные, мы закрываем и жгем там мусор. Но не все такие сознательные. И людям приходится напоминать, что даже сухой валежник опасно хранить во дворе, а лучше сразу вывозить на свалку. Сжигать его на участке нельзя, ведь все может закончиться пожаром. Так недавно житель Усть-Ордынского получил ожоги рук, когда просто сжигал мусор в ведре. Но бывают и более серьезные нарушения противопожарного законодательства. Чтобы предотвратить перекидывание огня с леса на садоводство, МЧС делает специальные разделительные полосы. Однако некоторые граждане сначала на них разводят небольшие огороды, а потом здесь появляются вот такие вот трехэтажные особняки. Но подобного рода нарушения встречаются нечасто. А вот пожарить шашлык в майские праздники хочется всем. Это можно делать, если заранее отсыпать площадку под мангалом песком и иметь рядом емкость с водой. В целом же количество зафиксированных случаев сжигания травы и мусора на участках в Иркутске в этом году снизилось в 9 раз. Сегодняшний рейд в принципе показал о том, что граждане все-таки ведут себя достаточно сознательно, что сжигание сухой травы и мусора не допускается. Но при этом в любом случае даже при входе рейдовых мероприятий были проведены консультационные моменты, где гражданам было подсказано, как навести порядок, связанный с печным отоплением. То есть я думаю, это в любом случае не зря. И эту работу мы будем продолжать до окончания пожароопасного периода. Еще в течение нескольких месяцев сотрудники МЧС будут проверять, как режим соблюдается в других садоводствах и частном секторе. Ведь пожар легче предотвратить, чем тушить. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням. Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до сих пор действует на территории Иркутской области. Ведь случаи инфицирования фиксируют каждый день. За последние сутки в Прибайкале диагноз COVID-19 поставили 124 нашим землякам. Общее число случаев заражения в регионе уже перевалило за 67 тысяч. И кому-то не удается справиться с болезнью. За минувшие 24 часа скончались 8 пациентов. Коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе вырабатывают с помощью вакцинации. Более 200 тысяч Прибайкальцев уже сделали прибивку первым компонентом. Полный курс получили около 100 тысяч человек. При этом в стране разработали новую вакцину. Зарегистрирован спутник Лайт. Это однокомпонентный препарат, который планируется применять в случае вспышки инфекции. Коронавирус явно внес свой вклад в естественную убыль населения в регионе. Как изменилось число жителей Иркутской области за последние три месяца, расскажем далее. В Иркутской области по итогам первого квартала 2021 года стало на 3,5 тысячи человек меньше. Иными словами, постоянное население региона убывает. Происходит это по двум причинам. Люди уезжают в другие регионы или даже страны. Но в этот раз наибольшую роль все-таки сыграла естественная убыль. За первые три месяца этого года число умерших увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Почти на 2,5% меньше зарегистрировано новорожденных. А вот миграционная убыль снизилась почти в 4 раза. С января по апрель при Байкале покинули всего 647 человек. В это же время, годом ранее, из региона уехали 2500 граждан. Миграционная убыль сократилась и за счет того, что в этом году к нам приехали жить почти 12 тысяч человек. Есть и другие положительные моменты. В Иркутской области стали реже разводиться на 4%, а число браков возросло на 5%. Значит, семей за последние три месяца образовалось больше, чем в 2020 году. Юлия Ашенко-Рюк, новости по будням. Больше подрядчиков в Иркутске привлекут к ремонту дорог. Работы уже начались. Сейчас ведется реконструкция на пяти улицах. Каландаришвили, 7-я советская, Мелентьева, Карбышева и объездная дорога микрорайона Солнечный. В этом году впервые на этих объектах будут делать двухслойное покрытие. Также в некоторых местах полностью заменят основания, что позволит увеличить срок службы дорожного полотна. Кое-где сразу заменят подземные инженерные коммуникации. В 2021 году подрядчиков обязали создавать временные пешеходные дорожки, если реконструкция касается и тротуаров. Ведь из-за этого иногда горожане вынуждены выходить на проезжую часть, что небезопасно. Помимо этого, нынче для каждого объекта выбирают отдельного подрядчика, чтобы было проще контролировать качество работ. Мы ушли от картелей. Каждый объект торгуется отдельно. Не по 10, как мы в прошлом году догоняли одного и того же подрядчика. А один подрядчик, одна улица. Поэтому каждая улица это конкурс. В том числе мы задаем вопросы подрядчикам. Есть техника, нет техники. Есть возможность, нет возможности. Ну а ключевое в том, что мы спрашивать индивидуально будем за каждую улицу. Далеко не на всех улицах Иркутска сейчас можно увидеть дорожную разметку. Разделительные полосы и пешеходные переходы стерты. Когда их приведут в порядок, выяснял Данил Седов. В Иркутске пешеходные переходы могут обрываться внезапно на половине пути. А полосы на магистралях сливаются в одну. Весной с проезжих частей исчезает не только асфальт, но и дорожная разметка. Хотя она также важна, как знаки и светофоры. В этом уверен Дмитрий Черняховский. Водитель с семилетним стажем. Он уже привык к тому, что иногда приходится доверяться не указателям, а интуиции. Но начинающим шоферам без разметки сложно ориентироваться. У них нет опыта. Они пока не понимают габариты машины, габариты дороги самой. Они шугаются из ряда в ряд и не видят этой разметки. Я думаю, что это существенная проблема как для новичков, так и для опытных водителей. Иногда ты сам забываешь, что тут полоса. Разметку в Иркутске обновляют ежегодно. Но перепады температуры, осадки и, разумеется, автомобили стирают полосы. Хотя уже несколько лет при нанесении разметки дорожники используют не просто краску. Специалисты прибегают к современным технологиям. Для нанесения дорожной разметки в Иркутске используются три вида материалов. Первый – это водоотталкивающая краска. Она необходима для того, чтобы нанести на дорогу осевую линию, которая разбивает проезжую часть на полосы. Для стоп-линий и для пешеходных переходов необходимо применение технологии так называемого холодного пластика. Ну и, наконец, третья технология, которая применяется на наших дорогах – это углепластик. Она, кстати, в центре Иркутска применима ко всем типам разметок. Все эти материалы применят для нанесения разметки. И в этом году работа уже началась. До конца июня специалисты планируют располосовать 200 улиц областной столицы. 20 уже привели в порядок. Однако у внимательных горожан наверняка возникает вопрос – почему раньше разметка была готова к 1 мая, а в этом году с нанесением затянули. Вообще у нас в этом году из-за погодных условий мы начали немного позже нанесение дорожной разметки. Мы их уже начали. В первую очередь мы делаем праздничные улицы к 9 мая, а затем продолжаем все магистрали. Второй этап нанесения разметки начнется в августе и продлится до октября. Приведут в порядок полосы на всех улицах. Остается надеяться, что новые технологии повлияют на долговечность разметки, а погодные условия не помешают выполнить работы в срок. Данил Седов, Василий Заводский. Новости по будням. Пока в Иркутске обновляют разметку, в Листвянке идет строительство колеса обозрения. Но к процессу есть вопросы, ведь возводить аттракцион нельзя. Выяснилось, что по земельному участку, где хотят установить сооружение, ведется судебное разбирательство, а значит строить там запрещено. Но бизнесмена, которому принадлежит идея возвести колесо обозрения, это, видимо, не волнует. Ведь сборка аттракциона продолжается. Об этом сообщают пользователи соцсетей. А вот в Иркутске вполне законно продолжается благоустройство общественных территорий. Работы уже начались на бульваре Постышева. Всего в городе в этом году обустроят 17 парков и скверов. Есть уже планы и на следующий год. Сегодня стало известно, что в Правобережном округе в 2022-м создадут и отремонтируют 8 общественных пространств, продолжат обустраивать берег реки Ушаковки и улицу Нижнюю набережную. В лесопарковой зоне микрорайона «Зеленый» установят скамейки, арт-объекты, качели и навесы. Приведут в порядок участок улицы Карла Маркса, который ведет к бульвару Гагарина. Но преображается не только областной центр. К примеру, в Нижнеудинске до ноября этого года отремонтируют городской парк и набережную. А в Байкальске вообще проведут масштабные работы по благоустройству центра. На это потратят 88,88,5 млн. рублей. Россияне тратят большую часть зарплат на еду. Об этом заявили финансовые аналитики. И согласиться с этим несложно. Ведь стоимость продуктов стабильно растет, причем не только в стране. Цены на продовольствие во всем мире в апреле достигли 6-летнего максимума. И, возможно, это событие станет одним из самых обсуждаемых на уходящей неделе. Прежде всего, по всему миру подорожали сахар, растительное масло, мясо, молочная продукция и зерновые. В России, например, стоимость того же сахара за 12 месяцев возросла на 64,5%. А стоимость подсолнечного масла стала выше на 26%. Однако на цены внутри страны влияет не только мировая экономическая ситуация, но и много других факторов. Экономист Роман Зеленин помог разобраться нам в этом вопросе. А заодно и согласился поговорить о самых резонансных событиях уходящей недели в рамках рубрики «Обсудим». Рабочая неделя была короткой и началась со вторника. И в этот день все обсуждали ситуацию с арестом сотрудника ГУФСИЛ. Его задержали за взятку в размере 60 миллионов рублей. За такие деньги он обещал прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителей нескольких коммерческих организаций. Он задержали нарушителя, который вышел за рамки закона, вышел за рамки дозволенного. И, соответственно, скорее всего, получит то, что ему и ожидалось, то, что для него предначертано. Среда и центральная новость. Иркутян не устроил цвет символики Дня Победы. На здании регионального правительства и возле Вечного огня в преддверии 9 мая появились флаги голубого и белого цвета вместо привычного красного. Из-за возмущения горожан в итоге атрибутику заменили. Считаю, что заниматься ребрендингом и изменять цветов прошлого – это не совсем верно. Два кадета из Братска стали знаменитыми на всю страну. Поэтому в этот четверг они совершили героический подвиг. Спасли 14 детей из горящей московской гостиницы, где оказались, когда приехали на всероссийский сбор. Значит, их, соответственно, как-то инструктировали. Значит, они были готовы к чему-то, к какому-то подвигу определенному. Пятница принесла новость о том, что мировые цены на продукты достигли шестилетнего максимума. Стоимость продовольствия растет уже 11-й месяц подряд. На российском рынке это сказалось заметно. Рост и цен закладываются. Первое – рост стоимости кредитов, который начался с, получается, лета этого года. Второе – это растущая инфляция. Третья составляющая – это еще и поднятие налогов. Молочные продукты к лету 2021 года тоже будут расти в цене из-за введения закона о QR-кодах. Ольга Харнутова, Роман Зеленин, Андрей Назаров. Новости по будням. Конечно, на этой неделе центральная тема обсуждений – это предстоящий День Победы. В Иркутской области продолжается подготовка к 9 мая. Сегодня в столице региона открыли мемориальную доску в память о ветеране Великой Отечественной войны Василии Столбове. В годы войны он командовал артиллерийской батареей, освобождал Белоруссию, Польшу и участвовал в боях за Берлин. После посвятил свою жизнь службе в органах внутренних дел. Под его началом в Иркутске появилась межобластная школа подготовки полицейских. После отставки Василий Александрович занимался общественной работой, участвовал в патриотическом воспитании подрастающего поколения. В этом году со дня его рождения исполняется ровно 100 лет. Чтобы почтить память ветерана на доме, в котором он проживал в Иркутске, установили мемориальную доску. На событии присутствовал правнук Василия Столбова. В орден Александра Невского он получил за взятие Зеловских кусок на посту к Берлину. Все эти рассказы он мне рассказывал в мельчайших подробностях. Инициатива и импровизация моего деда была на высоком уровне. За то, что он умудрился нестандартными решениями прорвать линию обороны, он был достоин данной награды. Немало заслуг и у героя нашего следующего сюжета. Ветерану тыла Александру Хороших 94. В годы войны он выращивал хлеб, который отправляли на фронт, а после 40 лет работал на благо родного региона. С героем трудового фронта встретилась Ольга Харнутова. Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте. С улыбкой Александр Александрович встречает не только гостей, но и каждый новый день. Наверное, поэтому бодр в свои 94 года. Утро всегда начинает с гимнастики. Активный образ жизни для ветерана тыла Великой Отечественной войны давно норма. За плечами 40 лет трудового стажа. Александр Александрович – полный кавалер почетного знака «Шахтерская слава». В регионе такое звание имеют немногие. Работал в Черемхове, потом в Иркутске. О своей профессии сегодня говорит с теми, кто только начинает путь в угольной промышленности. Ребята – молодые специалисты с родного для Александра Александровича ВОСТ Сипугля пришли поздравить с 9 мая. Я как ветеран тыла. Я был в колхозе, выращивал хлеб, и все для фронта, все для победы. Писал лозунги, и пахал, и боронил, и сел хлеб, и молотил, и хлеб сдавал обозы, и все для фронта. Трудились в тылу, участвовали в боях, ходили в разведку. 80 человек – тех, кто сделал сначала все для победы, а потом помогал возвращаться стране к мирной жизни, работая на угольных предприятиях региона. Каждого ветерана ВОСТ Сипугля поздравляют и каждому помогают. Вот сейчас волонтеры пакуют подарки, чтобы отправить в разные уголки Иркутской области и даже в другие регионы. Это активисты из Молодежного совета предприятия. Собственно, и создана была организация, чтобы в том числе и оказывать поддержку ветеранам. Инициатором социальных программ был Олег Дерипаска, общественный деятель и основатель «Н-Плюс Групп», в состав которой сегодня входят крупные энергетические и угольные компании региона. В этом году мы помогали ветеранам с побелкой, покраской, уборкой их помещений. То есть это было не приурочено к 9 мая. Также просто уделить внимание, пообщаться в плане социальной работы, поддержать людей. На поддержку ветеранов и пенсионеров ВОСТ Сипугля в год предприятие выделяет 100 миллионов рублей. Хотя все понимают, что главное в такой работе не цифры, а искреннее желание помогать и помогать вовремя. И в тех вопросах, которые особенно волнуют людей. Именно такого принципа стараются придерживаться эти ребята. И, наверное, поэтому их ветераны встречают с улыбкой. Ольга Харнутова, Павел Рютин, Виктор Черкашин. Новости по будням. С улыбкой встречают каждый день работники радиостанции. 7 мая в нашей стране празднуют День радио. Как его отметили наши коллеги, ведущие радио Шансон, Авторадио, станции, которые входят в состав медиахолдинга НТС, расскажем прямо сейчас. Рано утром, когда город только просыпается, в этой иркутской студии уже звучат бодрые голоса ведущих. Сегодняшнее шоу особенное. 7 мая в России отмечают День радио. Первые поздравления с профессиональным праздником дарят нашим коллегам иркутские музыканты. В Иркутской области первая радиоточка появилась 90 лет назад. В 1931 году начал работу 15-киловаттный передатчик на радиостанции номер 5 в столице региона. Он транслировал программы центрального вещания, материалы газет. Эта радиостанция долго обеспечивала радиосвязь внутри региона. Эфиры сразу стали популярными, а ведущие были народными героями. Галина Осипова, известный наш радиоведущий, рассказывала, что когда она поступала в 1958 году, когда она стала победительницей, будучи студенткой первого курса Иркутского пединститута, на одно вакантное место радиоведущего был конкурс 230 человек. То есть, поэтому все хотели попасть на радио, потому что это была какая-то такая интересная жизнь. Золотые годы радиовещания наступили в начале 90-х. Первые независимые радиостанции открывались по всей стране. Иркутск не стал исключением. Многое с тех пор поменялось, но и сейчас в регионе на разных частотах вещает более 30 станций, две из которых принадлежат медиахолдингу НТС. Это радиошансон и авторадио. Живые концерты, интересные гости и запоминающиеся эфиры. Все это вы ежедневно слышите на частотах Иркутского радиошансон и авторадио. А люди, которые создают все это, влюблены в свою работу. Подлога, джингл, перебивка. Это для нас не пустые слова. Если вы хотя бы раз оказались в прямом эфире, поверьте, это затягивает. Я вам как человек, который в этом деле порядка 10 лет, могу сказать, что это здорово, это интересно. И сегодня я хочу поздравить всех коллег, всех причастных. Ребята, будьте здоровы, будьте счастливы, все сбудется. Скептики утверждают, что век радио давно закончился. Подобные говорили и пропечатные издания, но они до сих пор живут, перекочевав на просторы интернета. И все мы также не представляем свой рабочий день без радио. Поэтому навыки ведущих будут востребованы еще в течение долгих лет. Поставленный голос, четкая артикуляция, эрудиция, умение слушать и задавать вопросы, а также чувствовать эфирный темп. Вот такими качествами должен обладать хороший радиоведущий. Мы желаем своим коллегам постоянно творить эту магию в эфире, а вам желаем оставаться на правильной чистоте. С Днем Радио! Иван Марков, Владимир Пинаев, Андрей Назаров и Павел Рютин. Новости по будням. Сразу после новостей спорта расскажем, какая собака покусала пальцы президента Ирландии. Махмадбек Махмадбеков вновь с блеском представил Иркутскую область на очередном турнире под дзюдо. На этот раз молодой человек провел шесть победных схваток на международных соревнованиях «Большой шлем». По ходу состязаний боец оказался сильнее представителей Германии, Азербайджана, Таджикистана, Армении и Израиля. В финале Махмадбек одержал досрочную викторию и завоевал золотую медаль. Владимир Грудинин забил дебютную шайбу за юниорскую команду России на чемпионате мира. Первый гол уроженца Ангарска пришелся на финальный матч турнира против сборной Канады. Но, к сожалению, результативное действие молодого человека не помогло «Красной машине» одержать победу. Наши парни уступили команде «Кленового листа» со счетом 3-5 и довольствовались лишь серебром турнира. Дуэт «Черноусов-Колода» снова самый сильный в стране. Этот статус Артем и Надежда защитили на всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Наши спортсмены поражали мишени на дистанции 10 метров в зачете смешанных пар. В итоге наши земляки оказались самыми меткими на турнире. Это и позволило стать им обладателями золота. Стать пассажирами необычного троллейбуса смогут иркутяне 9 мая в День Победы. По городу будут курсировать песен и общественный транспорт. Передвижная концертная площадка, где будут исполнять песни военных лет. О других не менее интересных событиях расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Бывало ли у вас такое, что вы ждете кого-то или что-то с нетерпением? А случалось ли, что ожидали одно, вышло другое? Думаю, такое происходило с каждым. Вот об этом я и предлагаю сегодня поговорить. Артисты Иркутского театра «Кукол Аистенок» с особым волнением ждут премьеры спектакля «Возвращение». Военную драму в учреждении поставили впервые за 50 лет. Спектакль позволит донести суть происходивших тогда событий до детей. В постановке особое место занимает аист, который пролетает через всю войну. До премьеры осталось два дня. В Тайшете юные художники с нетерпением ждут, когда их работы увидит весь город. Дети участвуют в конкурсе рисунков «Природа Тайшета», который проводит местная администрация. В апреле комиссия принимала работы от школьников. Теперь до 1 июня жюри предстоит выбрать 30 лучших рисунков. А после эти работы разместят на стендах в технике «Мозаика» на аллее городского парка. Также победителей наградят. Ожидания и реальность иногда не совпадают. Это доказал бенгальский кот по кличке Бен из Уфы. Хозяйка снимала его на камеру и ждала, когда он подаст голос. Кот хотел мяукнуть, но вместо этого он только смог надуть щеки и фыркнуть. Получилось забавно. Пользователь интернета покорил ошарашенный взгляд Пушистого после неудачной попытки промяукать. А вот щенок президента Ирландии Майкла Хиггинса не мог дождаться, когда хозяин уделит питомцу внимание. Пока Хиггинс давал интервью журналисту, его щенок зарывался носом в пиджак и покусывал пальцы. Президент пожал щенку лапу и погладил по голове. Однако выступление не прервал. Пусть минуты ожидания для вас будут только приятными. А мы подарим еще больше добрых новостей. До встречи. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. С наступающим великим праздником Победы вас! До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин